Всем привет, с вами канал Bon Appetit, меня зовут Вика. На дворе практически лето, самый конец весны, и по этому поводу мы решили приготовить сладкую шаурму, которую очень удобно брать с собой на пикники, на дачу, просто на прогулку в парке, чтобы наслаждаться ей на скамеечке, например, с другом. Поэтому сегодня будет, ну, очень сладко. В целом, аудитория нашего канала и нашего проекта делится грубо на две части. Те, кто говорят, что у нас слишком сложные рецепты, и те, кто считает, что они слишком простые. Так вот, для второго лагеря, для тех, кто ищет очень простые рецепты, мы открыли недавно новый канал, называется он It Easy. Окошко может быть вот тут вот появится, либо здесь, здесь, либо здесь. В общем, где-то здесь появятся окошки. Переходите по ссылке, подписывайтесь на It Easy. Там много чего крутого, там простые, очень простые рецепты, очень простые, при этом какие-то универсальные идеи, с которыми справится любой начинающий повар, либо тот, кто ищет себе какого-то фанка на кухне. А мы по этому поводу решили приготовить сегодня в Бонне действительно It Easy рецепт. Сладкий бурритос, либо сладкую шаурму. И для этого нам понадобится всего 4 ингредиента. Это маршмеллоу. Она может быть, или оно может быть совсем разного цвета. У нас сегодня нечто, какой-то дуэт розового и лаймового. Также у нас будет тортилья. В качестве замены можно использовать обычный лаваш. В основе у нас будет арахисовая паста и горький шоколад. В общем, будет супер-мега-сладкая бомба такая будет. Для начала мы измельчим маршмеллоу. Ну, как измельчим? Мы разрежем их ровно напополам. Если вам повезло и вы нашли сразу малышей, то вы прям победители в жизни. Мы же, у нас же, мы сегодня лузеры, у нас они большие, поэтому мы разрезаем. Также нам необходимо слегка измельчить шоколад. Делается это все для того, чтобы вся наша дружная братья быстрее плавилась. И получалось вкуснее. Вот сейчас мы взяли тортилью и наносим на нее арахисовую пасту. Арахисовую пасту можно в целом заменить каким-нибудь джемом, либо еще чем-нибудь, если вы не любите. Или можно заменить любой другой ореховой пастой. Там, не знаю, она может быть из фундука сделана, либо миндальной, может быть, из грецкого ореха. Арахисовую пасту мы намазали. И сейчас выкладываем на середину немножко шоколада. Можно немножко. И кладем маршмеллоу. После того, как мы выложили всю начинку на нашу тортилью, ее необходимо аккуратно свернуть. Аккуратно, потому что она будет ломаться, может ломаться. Необходимо быть предельно аккуратными, особенно на сгибах. Итак, у нас получилось два таких вот сладких конвертика. Небольшой совет любителям шаурмы, любителям лаваша и тортильи. Вот у нас, например, этот малыш лежит уже минут 20, пока у нас идет съемка, и он слегка обветрился. Поэтому совет заключается в том, что, чтобы доставать лаваш и тортильи, уже непосредственно перед использованием. Иначе он становится ломким и хрупким. И с ним очень сложно работать, все это ломается. Тем временем мы переходим к следующему этапу. Для того, чтобы имитировать, для того, чтобы наша шаурма еще лучше пропеклась, мы ее оборачиваем достаточно плотным слоем в фольгу. В фольгу, которая создаст нам дополнительную температуру внутри. Вот таким образом оборачиваем каждый конвертик сладкий. И затем пойдем к сковороде гриль, будем это все обжаривать. В целом, если вы на природе, то подобного рода заготовки можно сделать. Затем разогреть гриль, разогреть решетку, на которой обжаривается мясо, и выложить это. Эффект будет примерно тот же. Просто если хочется имитировать пикник, либо какую-то, не знаю, вылазку на природу дома, то можно сделать вот такой вот нехитрый способ на сковороде гриль. Все готово, давайте посмотрим, что у нас получилось. Я предполагаю, что шоколад и маршмеллоу должны были очень хорошо подплавиться. Нет слов, одни эмоции. На самом деле, плюс такого плана шаурмы в том, что здесь сочетаются три очень интересных вкуса. Вкуса, сори за тавтологию. Во-первых, маршмеллоу они у нас достаточно сладкие. Арахисовая паста дает некоторую терпкость за счет того, что арахис сам по себе соленый. А шоколад мы использовали горький, и за счет этого получилась очень крутая такая бомбическое сочетание вкусов. Вот такая вот простая, при этом очень вкусная и интересная идея десерта для пикника. Подобные рецепты вы можете найти у нас на канале Itizy. Еще раз напоминаю, ссылка будет в описании. Не забывайте подписываться, ставьте лайк под этим видео, в комментариях оставляйте свои предложения для следующих роликов. Хороших вам пикников, хорошей погоды. С вами была Вика и канал Bon Appetit. До новых встреч, пока. Лайк не забудьте поставить.